Переходим в славу. Я отключу камеру. Для того, чтобы нам было лучше видно слайды. Итак, вы знаете, что сегодняшнее наше занятие проходит в момент Олимпиады в Сочи. Я всех хочу поздравить с этой Олимпиадой, потому что много лет ждали эту Олимпиаду. Люди готовились к этой Олимпиаде. И нужно сказать, что все очень интересно. Я внимательно смотрю полностью практически все игры. И получаю огромное удовольствие, огромное удовольствие от Олимпиады. Как все организовано, красиво, просто невероятно, да? Невероятно. Представьте себе, проехать с такой горы вниз. Да, вот примерно вот так надо проехать в аксессии, да? Тогда будет успех абсолютно, да? Вот на Олимпиаде команда наших канадских хоккеистов, да? Канадских хоккеистов, русская сборная в России. И я думаю, что будет очень-очень интересно. Итак, давайте все-таки перейдем к нашим занятиям, да? Сегодня у нас тема Аксесс, Аксесс-маркетинг. Как в Аксессе, что это такое, как в Аксессе зарабатывать. Нужно посмотреть несколько предыдущих снятий по линкам, которые вы видите. Если вы успеете записать эти линки, то вы сможете посмотреть предыдущие наши лекции. Предыдущие наши лекции. Причем достаточно попасть на одну, скажем, vimeo.com, палочка такая, справа налево, 853.15.702. И дальше вы можете попасть на остальные наши занятия. Итак, Аксесс-маркетинг. Что это такое? Это... Прежде всего, должен сказать, что Аксесс-маркетинг – это, прежде всего, это рекламная компания. Да, рекламная компания, которая стоит на платформе поисковика нашего собственного. Видите, вот здесь написано, асессе.ком, да? Вот это вот точка А, кружочки в синеньком. Это узнаваемая везде буква, да, это наш лого, да, лого компании Аксесс-маркетинг. И я думаю, что это лого скоро будет известно очень многим, очень многим людям на Земле, потому что очень много всего подготовлено для того, чтобы это произошло. Причем работа ведется сразу во многих направлениях, да, на нескольких серверах, с разных точек, да. И я думаю, что эта буква, да, эта буква, видите, вот буква А, вот она в середине нашего домейн-сервиса. Эта буква, я думаю, что очень многим принесет удачу, очень многим, да. Итак, какие у нас сервисы? У нас очень много сервисов, и прежде всего это сервисы, которые связаны с дачей рекламы на интернете. То есть все, что сопутствует и сопровождает для подачи рекламы. Все, что угодно, да, абсолютно. Если чего-то нет, значит это будет. Это и сайты, это и домейны, это и регистрации всевозможные, и хостинги, и все, что угодно, да, все, что угодно. Основатель компании Стив Рейнер, это человек, который превратил свои мечты, да, свою веру в реальность, да. Просто создал сам себя с нуля, абсолютно с нуля, создал сам себя, и, собственно говоря, дал нам пример, каждому из нас, да, все, кто меня слышит, все, кто работал в компании Аксесс, важно и одно, превратить свои мечты в реальность. То есть прежде всего нужно знать, чего ты хочешь, точно этого хотеть, и превратить это в реальность, да. На самом деле, я думаю, что случайности здесь нет никакой, абсолютно. Здесь сработал закон веры, да, то есть то, во что ты веришь и в чем ты искренне убежден, да, всегда становится твоей реальностью. Стив Рейнер это показал нам всем, потому что он всегда верил, что он добьется успеха, он всегда знал, что он добьется, что он построит компанию, и были такие времена, когда, в общем-то, практически все люди сказали нет, да, практически все, кроме него, да, ну и остальные там поддержали, да, когда он сказал да, он все равно не сдается, да. Ему легче было сдаться, чем не сдаться. И он один из немногих, который прошел, в общем-то, практически компания Аксесс прошла все проверки, которые могут быть, и он победил. И все благодаря вере, он всегда был убежден, да. Причем ему сказали там заплатить какую-то сумму и, собственно говоря, там ему еще дали бы какое-то время не проходить проверки. Он сказал нет. У нас все правильно, потому что, вы знаете, когда работают компании, открываются разные компании, открываются, скажем, вы из-за работы денег открываете другие компании. Скажем, из-за работы денег были открывались там ВИКЕЖ компании, да, потому что для перемещения денег. Другие, целый ряд компаний был открыт, целый ряд. И он доказал, что он был прав. Причем по результатам проверки ни одного цента не сняли с компании. Все вернули до копейки. Представляете себе, государство, которое берет деньги, потом возвращает. Это бывает, я не знаю, раз в миллион случаев, когда уже деньги забрали и потом все вернули до одного цента. И это произошло в нашей компании. Поэтому сегодня в нашей компании многие недопонимают этого момента, что компания прошла все, что можно пройти, да, в самом серьезном гаверменте Соединенных Штатов Америки. И все благодаря его вере. Я просто хочу немножко потом подробнее остановиться, потому что это важно для каждого из нас. Это важно для каждого из нас. Команда руководителей. Руководит сегодня компанией президент Боб Канцелла. То есть опять-таки, Стив Рейбер умеет подбирать людей, да, это очень важное качество, делегировать функции. Понимаете, это очень важно. Вы можете открыть компанию, где сами можете ничего не уметь и не делать, да, при этом если вы умеете одно, менеджмент, управление и делегировать функции, у вас будет результат. Он это делает очень классно. Он подобрал Боба Канцеллу, да, Боба Канцеллу подобрал, который сегодня просто образец, да, образец поведению бизнеса, в общем, практик, никакой теории. Он говорит, что если наш продукт не нужен нашим бизнесам, этот продукт нам не нужен. Чисто практика. Если оно улучшает работу бизнеса, значит, этот нам нужен. И эти продукты входят. Сегодня Стив Рейнер подобрал Джеймса Вонга, который является техническим директором, причем он берет специалистов, экспертов, да, экспертов высочайшего класса. Причем этот эксперт уже знает других экспертов, понимаете, как все получается. Эксперт, который, он является техническим директором, он подобрал других экспертов, которые на высочайшем уровне. Сегодня с нами работает юридическая команда под руководством Питера Волда. Это целое юридическое бюро, да, целая юридическая компания. И этот юрист, почему именно этот? Во-первых, он выиграл все дела, которые связаны с компанией аксесс-маркетинг, да, и этот юрист практически никогда не проигрывал никаких дел. Причем самые безнадежные дела он выигрывал, да, значит, что-то стоит. Сегодня подобрал новый руководитель Субаш, да, это человек, который вообще ветеран Силиконовой долины, который имеет великолепный опыт работы с компьютерами, да, в интернет-маркетинге. Ну, достаточно сказать, где он работал. Он работал в Oracle, Disney, Yahoo, да. В Канаде целыми коммуникациями, компьютерными, телекоммуникации он разрабатывал в Канаде, да. Ну, и, конечно, просто так магистра наук в инфоинженерии, конечно, люди не получают. И сегодня этот человек определяет наши перспективы на следующие 5, 10, 15 лет. Это сегодня они об этом думают. Почему? Поэтому я говорю, что компания Аксесс-маркетинг, вы увидите, что будет через 5, 10 далее лет. Хотя мы это все увидим буквально в ближайшие несколько лет. И уже в этом году произойдут очень замечательные изменения. Представьте себе, мы планируем увеличить производительность в 4 раза, да. Если в этом году мы добились объема примерно 250 миллионов, то в следующем году ожидается порядка 1 миллиарда, да. То есть это очень серьезные результаты. И, конечно, все это подсчитывают специалисты под руководством финансового директора Эми Эйт, да. Эми Эйт. Человек, который знает свой дневник. И в компании есть очень много новых направлений. Очень много. И одно из направлений – это акционерные деньги. Это деньги, которые принадлежат обществу учредителей этой компании. А учредителями этой компании – это будут миллионы и миллионы людей по всему миру. И вот этим фондом, доверительным фондом, трастовым фондом управляет Дэвид Ларсом. Дэвид Ларсон, который не имеет никакого отношения к компании Аксесс Маркетинг. Он юридически не работает в компании Аксесс Маркетинг. Он отдельно, так сказать, самостоятельный адвокат, но управляет нашими доверительными всеми фондами. И, в общем-то, он является лицом компании. Это человек, который 30 лет проработал в качестве юриста. И сегодня, я думаю, что наши деньги в надежных руках. То есть деньги, которые принадлежат каждому человеку. Я не буду говорить сегодня ниже. То есть у нас в конце года при подведении итоги идет еще одно распределение денег тем, кто получил право на эти деньги, тот, кто прошел все квалификации для получения этих денег. И эти деньги выходят из компании, и они ложатся на трассовый счет каждого отдельного человека, которому поработал Дэвид Ларсон. Это очень важный момент. Сегодня работает группа на разных языках, на разных языках, которая поддерживает всех клиентов по всему миру на разных языках. То есть можно получить поддержку, по-моему, на 7 или 8 языках. В том числе и на русском языке. Нас больше всего волнует русский язык. На русском языке. Причем штаты увеличиваются. Они уже набрали несколько человек. Несколько человек набрали. И у нас мы скоро получим пресс-релиз, потому что сейчас увеличился отдел маркетинга. Взяли нового человека по маркетингу. И сейчас выпускается пресс-релиз. Мы его должны получить в ближайшее время, этот пресс-релиз. И мы увидим полностью все характеристики человека, который будет заниматься маркетингом. Но мы должны вам сказать, что это опытный специалист. Опытный специалист, который является одним из лучших специалистов по маркетингу в Соединенных Штатах Америки. А вы знаете, что Америка умеет делать бизнес. Итак, у нас 4 вида рекламы. Это текстовая реклама, сайта, баннерная и мобильная реклама. В ближайшее время в рекламу будет вложено в интернете порядка 2 миллиардов долларов. Это очень большие деньги. Очень большие деньги. Вернее, это очень большие деньги. Итак, новая система рекламы сегодня, да? Новая система рекламы. Вы уже видите это в своих компьютерах. Это уже у нас работает. И это сегодня до конкретного города, радиуса от центра этого города. Не так, как раньше. Раньше реклама у нас доводилась только до страны. Только до страны, да? Помните, как этот период? Только провожать будут до троллейбуса. Домой больше провожать не будут. Один разочек проводил, и два, и там подрастает. Итак, вебкаст у нас. Новый продукт вебкаст. Вы видите этот продукт в действии, да? Я сейчас им пользуюсь. Очень классный продукт, да? Очень удобный. Я сегодня с ним поигрался, на все кнопки понажимал. Ты должен сказать, что все работает исключительно. Исключительно работают все кнопки. Ну и видимость тоже, конечно, красивая, да? Очень хорошая видимость. И у нас уже сделан тренинг по вебкасту, подробный, где каждый может его изучить, и каждый может им пользоваться. Более того, Стив Фраймер сказал, что в феврале месяце у нас выйдут розничные продажи по новым продуктам. В феврале месяце. Значит, мы ожидаем, это в ближайшей неделе, розничные продажи всех новых продуктов, которые вышли, да? Которые уже сегодня работают. Поэтому это все появится у нас в офисе, в разделе «Купить продукт». У нас появятся розничные цены. Они уже объявлены, мы все их уже знаем, эти цены. Но они еще не появились у нас в компьютере для продажи, поскольку вы знаете, что эти продукты вышли в Лос-Вегасе в 2013 году, в ноябре месяце. Но перед тем, как они попадут к клиенту, должно, так сказать, еще быть много прошло всего, да? Тестирований различных, опробований, все, что необходимо, да? И в феврале месяце эти все продукты, практически все, выйдут в розничную продажу. И я думаю, что этот робокаст, он понравится очень многим, очень многим. И я думаю, что цены, да, цены там есть различные, там от 10 долларов до 200 долларов. И я думаю, что всем начинающим, всем начинающим и новеньким есть что сказать о себе. И вы знаете, что сегодня можно зарабатывать абсолютно на всем в интернете, на всем. Каждому человеку есть что-то рассказать, потому что каждый человек о чем-то особенном. И если он то особенное, что у него есть, у него есть, начнет записывать видеоролики и начнет о себе рассказывать, то я вам скажу, что каждый может зарабатывать через интернет. Вы знаете, я вот послушал несколько лекций, несколько лекций, и люди делают деньги на всем, да? Ну, абсолютно на всем. Ну, представьте себе, что вы знаете, как хорошо, скажем, мускулы сделать на животе, да, кубики. Пожалуйста, записывайте видео, найдется много людей, которые захотят точно иметь такие же кубики на животе, как у вас. Или вы умеете хорошо делать борщ, вкусный какой-то, да, особенный борщ. Вы выставляете видео, и вы через интернет сегодня можете на этом зарабатывать. Это просто феноменально. Я послушал, как люди делают деньги просто с нуля, и, ну, просто с нуля и ни на чем, да? Просто делают то, что они хорошо знают, да, и умеют, и из этого делают деньги. И я думаю, что, используясь нашей рекламой и пользуясь нашими продуктами, любой человек на планете сегодня может создать себе дополнительный доход, собственный. Я, кстати, сам себе придумал дополнительный доход, абсолютно новый, да, причем у меня очень интересная история. Я вам расскажу, что я вошел в аксесс-маркетинг, будучи строителем, да, строителем, который вообще не знает, что такое компьютер. Многие строители сегодня, они понятия не имеют, что такое компьютер, им некогда. Строители работают тяжело, долго и много, и они не имеют понятия, как работать с компьютером. Я пришел сюда не ради экрана, я пришел сюда для того, чтобы заработать деньги. И я вам скажу, что, ну так случилось, что я заработал много рекламы в этой компании, очень много рекламы. Я стал переделим, что же мне делать с этой рекламой, продать другим людям, это хлопотно и неудобно. Я пришел сюда, нужно придумать свой бизнес, новый, да, который я могу использовать в этой рекламе. Я придумал этот бизнес, и просто, скоро вы об этом услышите, но это просто невероятно. Просто невероятно, как можно осуществлять совершенно новую рекламу, начинать думать, что же придумать, что же я умею делать, что же предложить людям. И вы понимаете, ответ появляется, как только вы начинаете сами себе задавать вопросы, ответ и появляется. Поэтому я думаю, что наши продукты, это просто возможность для многих людей создать себе дополнительные источники дохода. Webgram Pro, новый продукт, это создание, быстрое создание видео, быстрая отправка видео, поздравления и прочее, прочее, прочее. Это Webgram Pro. Webgram Pro, веб-сайт, билдер, новый, удобный. Access Local, опять-таки, все для рекламы, все, чтобы себя продвинуть. Это для бизнесов. Бизнес-листинг для бизнесов с картой, со всеми подробностями, которые вы можете изложить по себе. Ключевые слова, причем эти сегодня ключевые слова, кстати, тоже новые. Их уже не нужно самому придумывать. У нас специально идет поиск ключевых слов. Программа, которая вам сама подскажет, какие вам ключевые слова написать. То есть самые лучшие, встречающиеся по вашей теме ключевые слова. Лого, фотографии, имидж галереи, видео, имейлы, названия веб-сайтов, домейнов, описания. Как-то точная, как добраться. Купоны различные, различные скидки, мобильный листинг, различные связи с социальным медиа. Вот что вы можете всему больно о себе рассказать через нашу рекламу. Причем вы выбираете себя сами. Хотите просто. Это совсем не бесплатно у нас, да? Совсем не бесплатно. Хотите чуть-чуть сложнее, было подробно, это стоят какие-то маленькие деньги. Хотите, чтобы было профессионально, это еще другие деньги. Но в любом случае деньги, потраченные на себя, на рекламу, они всегда возвращаются. И, конечно, кроссифайт. У нас очень много всего бесплатного. Причем самое интересное, да, вы знаете, компания идет по пути. Самое лучшее, самое хорошее дает бесплатно. Бесплатно. А самое лучшее у нас будет ю-чат. Думаю, самое-самое лучшее наше, самый лучший наш продукт – это ю-чат. От этого будем говорить много подробно. И в конце я вообще скажу что-то невероятное по ю-чату. И аксесс локал – это различные встречи, понимаете? То есть вы не просто себя рекламируете, а вы себя будете рекламировать в разделе, где все встречи. Если вы хотите заниматься встречами, скажем, да, где люди просто встречаются на сайте, да, различные встречи. И там будут и ваши встречи. Если это будет другим интересно, значит, это будет интересно. Конечно, игры для детей, да, и для взрослых игры. Почему игры? Потому что игры – люди все равно играют, у них есть свободное время. Но что интересно, что играя у нас, люди зарабатывают. Потому что за каждый клик, а если клик сделан на платформе Аксесса, да, я иногда знаю, человек мне один сказал, ну вот, ваш Аксесс, а у нас Гугл. Я не буду менять Гугл на Аксесс. А я ему говорю, а не надо. Ты будешь играть наши игры, ты будешь пользоваться нашими продуктами. Это все равно, что ты пользуешься Аксессом. Это все равно продвигает нас Аксесс. Поэтому и не надо, да, надо всегда просто выбрать и ЮЧАТ. ЮЧАТ, я думаю, это будет наш самый лучший продукт, самый лучший продукт. И представление ЮЧАТа, представление ЮЧАТа, я скажу в конце, когда оно будет представлено нашему взору, потому что это наш самый лучший продукт. Сегодня введена новая система UnionPay. Это очень известная система, да, особенно ею пользуются в Азии, да, в Азии ее очень любят, причем практически во всех азиатских странах. И это очень важно, что она вошла для тех людей, которые приглашают людей из Азии. Да, UnionPay. Офис, технологический офис, который уже запущен. Видите, здесь адрес, конкретный адрес этого технологического офиса. Этот офис находится в Силиконовой долине, в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. И сегодня в этом офисе трудятся наши специалисты над разработкой новых проектов, над совершенствованием старых проектов. И я думаю, что с запуском этого офиса, а он буквально-буквально вот только-только вот запустился, да, только недавно он запустился, поэтому следует ожидать очень серьезных изменений в Аксессе. А самое главное, а самое главное, почему нам важно, чтобы весь Аксесс поднимался? Почему мне не важно, что поднимается Google? Мне какая разница, или Google заработал вам 100 миллионов, или 200, или 300? Некоторые могут мне сказать, какая разница, сколько Аксесс заработает? 100 миллионов или миллиардов. Огромная разница. И я об этом скажу в нашей, когда я буду сейчас представлять нашу систему и бизнес-модели, потому что мы имеем новую бизнес-модель, да, у нас технологическая компания, а модель наша называется новая, динамичная, прогрессивная, инновационная бизнес-модель. Вот такое вот сложное название нашей бизнес-модели, потому что она действительно новая, она действительно прогрессивная, она действительно инновационная, да, и это не бизнес, да, это бизнес. И я вам скажу, что компания наша представляет не мультилевел маркетинг плана, не мультилевел, то, что все привыкли ожидать. Это совершенно другой маркетинг плана, абсолютно другой маркетинг плана. Это ритейл бизнес плана. Ритейл бизнес плана, как я уже сказал, в ближайшие две недели, как сказал Стив Реннер, он должен у нас быть включен. Новый ритейл продажный бизнес плана. Новый розничный продажный бизнес плана. Второй план. Онлайн продажный. Не только розничный продажный. Онлайн продажный. У нас целый ряд видов продаж онлайн. Раз есть продажи, значит есть заработок. Третье. Ежедневное. Ежедневное. Ревью шеринг. Что такое ревью? Это премия. Ежедневная премия от прибыли. Ежедневная. Представьте себе, многие люди, которые сегодня вошел в бизнес. Сегодня. Сколько он создал прибыли? Ноль. Зеро. Но на следующий день он получил прибыль. Некоторые скажут, несправедливо. У нас это наш маркетинг плана. Он входит в наши комьюнити. Мы с ним делимся ежедневной прибыли. Ежедневно. От того, насколько он купил. Потому что покупая, мы покупаем не только продукты компании, не только пакеты. Мы одновременно покупаем PSV. PSV это то, что нам отстегивает от участия в прибыли компании. И мы одновременно покупаем айпоинты, которые отстегивают нам ежедневную прибыль компании. Ежедневную прибыль компании. И в зависимости от того, какой я купил пакет, я начинаю получать ежедневную прибыль, которую зарабатывали до меня. До меня. Надо понимать этот момент. До меня. Не важно, сколько я потратил. Я могу купить пакет с айпоинтами, и я начинаю участвовать в прибыли. Я начинаю участвовать в прибыли ежедневной. Вы знаете, эти прибыли ежедневные у нас вышли на немножко другой уровень, на более высокий уровень. Конечно, это не является гарантией. Никто не знает, какая может быть прибыль. Никто не знает. Вот сейчас открывали сочинскую олимпиаду, и никто не знает, какая будет прибыль от работы. Да, все знают, что это прибыльно. Все знают, что это очень прибыльно в Сочи. Всегда дают олимпиаду доходы. Но сколько? Никто не знает. Это лучшее планирование, как говорил наш начальник планового дела. Это по факту. По факту. Так всегда раньше, когда-то и планировали. Раз факт произошел, тогда делается план трехмесячной дамы. Следующий момент. Годовой профит шеллинг. Это то, что я говорил, что у нас в компании создан клуб учредителей, и клуб учредителей, в которые входят люди со всего мира. Сейчас ушла команда из Индии. Из Индии большая команда вошла. Ну и, значит, много очень команд с разных стран. В том числе есть команда, русскоговорящая команда. Мы так и называем русскоговорящая команда. И сейчас вот нас слушают люди, которые говорят на русском языке. И я думаю, что мы это видео запишем и выставим его для прослушивания других. Потому что, собственно говоря, это видео предназначено для новеньких людей. Я решил записать целые несколько видео для новеньких людей, которые только пришли в наш бизнес. И я это видео делаю примерно в таком разрезе, как бы я хотел бы услышать, если бы я был в доме сегодня. Что бы я хотел бы услышать о компании. Примерно в таком разрезе я и рассказываю. Как что бы я хотел бы, чтобы мне рассказали. Я хотел бы знать, что можно лично продавать, можно и онлайн продавать, можно участвовать в бонусах ежедневных, но можно участвовать в бонусах годовых. Причем маркетинг-планы, да, есть маркетинг-планы, мы будем подробно говорить о цифрах. Эти цифры, они здесь нарисованы, да, это 10%. Это если у вас продажи до 1000 долларов, до 999, это 15%, если продажи суммарно набираются у вас до 4999, это 20%, это и 25%. Отличных продаж, но, но, есть у нас и командные продажи. То есть, если я пригласил человека, который пригласил человека, который пригласил человека, который пригласил другого человека, я тоже имею какой-то процент продажи. Справедливо, абсолютно. Ведь те же люди пришли благодаря мне, в эту компанию. Поэтому я имею какое-то отношение к этому всему, абсолютно. Причем выплаты у нас производятся 70% и более, и более, да, 70%. Причем 35% идут как гарантированные выплаты, а 35% идут как в виде прибыли от компаний. Получается, если вы будете подниматься до глубины, до большой глубины, да, в зависимости от того, на каком вы уровне, там, или вы директор, или вы платите, или вы дарьмон, или вы дарьмон, да, и вы можете зарабатывать очень хорошие деньги. Потому что некоторые люди умеют лично хорошо продавать, а некоторые люди умеют просто приглашать, а некоторые умеют разъяснять, поэтому у нас идет командная работа, да, как мне понравилось сегодня в Олимпиаде, в фигурном катании идет командная работа, суммируются все баллы, это абсолютно правильно. Потому что если вчера японка выступала, причем великолепная японка, и она случайно упала, случайно упала, но бывает же, люди ошибаются, все ошибаются, да, нервы, волнение, но в командном зачете это все равно кто-то поправит, понимаете, в этом и суд команды. У кого-то где-то что-то не получилось, кто-то где-то заболел, или еще что-нибудь, но команда всегда поддерживает, поэтому, имея такую возможность, имея такой командный бизнес, можно зарабатывать серьезные деньги постоянно, даже когда человек и в отпуске, да, и уехал куда-то, и сам лично ничего не работал, а построил команду. Я вам скажу, люди, это реальные люди, да, реальные люди, которые зарабатывают реальные деньги через интернет, это просто фантастика, это то, что когда-то меня как строительство поразило, как-то люди, так сказать, я привык, чтобы меня всю жизнь учили, у меня была вера, вернее, введена такая из детства, что деньги можно заработать только работая, да, что нельзя не работая, или там плохо учиться, или не выучиться, почему-то зарабатывать, да, сегодня я убежден абсолютно, да, сегодня я убежден, причем не просто убежден, я недавно читал исследование одного человека, который изучил 500 историй, он стал изучать на протяжении 3000-летней истории 500 историй успешных людей, причем изучил только 200, да, не сумел еще остальные 300 изучить, на этом он прошел 12 лет, 12 лет он изучал истории. И у всех этих людей одно общее, самое интересное, одно общее, вера в то, что рано или поздно они добьются успеха, вот оно, самое главное, самое главное, единое у всех, как только мы сомневаемся, представьте себе, на протяжении 2000 лет в человеческой истории, одна и та же причина, что люди добиваются успеха, только если они в это сами лично верят, вы понимаете, причем не важно, падают они и падают, причем большая часть успеха именно растет из падения, чем больше падали, чем больше не получалось, чем больше вас критиковали, тем лучше для вас, понимаете, вот это вот самое главное, и вы посмотрите, у нас сегодня есть люди, которые добиваются, ну видите, более одновременно в год, вы можете себе представить, в интернете, через интернет, сидя, так сказать, у своего компьютера, конечно же, когда меня воспитывали, причем воспитывали люди, которые пережили депрессию, да, страстную депрессию, и голод, и войну, и сталинизм, и эвакуацию, и коллективизацию, и голод, все что угодно, это люди, у которых никогда не было денег, в прошлом, чему они могли меня научить, они учили меня всегда одно одному, и я в это верил всю свою жизнь, они учили, что нужно только быть хорошим специалистом, да, что нужно только учиться, что нужно, так сказать, быть каким-то профессором для того, чтобы много зарабатывать, каким-то ученым, чтобы много зарабатывать, но, оказывается, абсолютно, достаточно было поставить один раз под сомнение, на ваш заработок не влияет ваше образование, абсолютно, вы знаете, я вам говорю, сегодня просто гениальнейшее открытие, к которому я пришел через много-много лет, мне это не сказали, в 18 лет, не обязательно нужно иметь огромный ум для того, чтобы много зарабатывать, это очень важное открытие, потому что вот эти убеждения детства нужно отбросить, выбросить их своей головой, поставить их под сомнение, а что, если я умнее, чем я думал о себе раньше, и этот человек, если он поставит по себе эти вопросы, да, и он может добиться, добиться успеха, достаточно, вот посмотреть на историю успешных людей, историю, вы знаете, я недавно читал историю Мэри Эш, да, которая осталась одна женщина с двумя детьми маленькими, и она очень мало зарабатывала, и вот однажды она просто попала на лекцию, на лекцию одного лектора, и после лекции она осталась, чтобы подойти к этому лектору, и она просто стояла в огромную очередь, длинную очередь, и лектор ей сказал одну всего фразу, которая поменяла всю ее жизнь, она, когда к нему подошла, и просто задала ему несколько вопросов, он сказал, что я вижу в вас особые качества, сказал этот лектор, такие качества, которых нет у других людей, и вы даетесь огромного успеха, причем никогда в жизни никто подобного не говорил, никогда в жизни, и я вам скажу, она в это поверила, это изменило всю ее жизнь, сегодня, по-моему, она управляет миллиардными компаниями, миллиардными компаниями в области косметики, ее жизнь изменила одна фраза, рост, то же самое, что я не берусь, если кто-то из вас, скажем, услышав сегодня мою лекцию, тоже поменяйте уже, я вам скажу, что у нас есть целый ряд бонусов, таких, дополнительных, одноразовых, например, такой бонус, как автомобиль, да, как автомобиль в Лас-Вегасе в 2013 году, я видел, как его получали люди, добились, за год добились этих результатов, представьте, за один год, не за 10 лет, за один год, а что значит, что они получили автомобиль, это значит, что они получили еще зарплату, несколько миллионов долларов, да, то есть не просто так дают автомобиль, а дают автомобиль сегодня Mercedes, дают сегодня за Black Diamond 3, есть у нас такая позиция, и я думаю, что у нас будут люди, наверное, которые в этом году выполнят эту позицию, из тех, которые меня сегодня слушают, я прикидываю, мне у человека 5-6 должны выполнить эту позицию, почему, потому что у нас сейчас произойдет целый ряд событий, которые будут способствовать этому, таким, этого мы не хотим, я скажу вам в конце, и так, но не всем нужны большие деньги, не всем это надо, не у всех, так сказать, не у всех это внутри, не всем надо иметь миллионы, это нормально, потому что для того, чтобы быть счастливым, деньги это не главное условие для того, чтобы быть счастливым. Главное условие, чтобы быть счастливым, сегодня, здесь и сейчас, это просто быть счастливым, то есть сказать себе, что я сейчас хочу быть счастливым, не ставить никаких условий для счастья, а радоваться тому, что мы уже имеем, потому что счастье это не то, что мы имеем, а то, что мы думаем о том, что мы имеем. Достаточно просто думать и быть довольным, довольным теми отношениями, которые у нас есть сегодня, довольным теми деньгами, которые у нас есть сегодня, довольным тем здоровьем, которым есть у нас сегодня, довольным тем окружением, которое у нас сегодня, и человек будет счастливым. И поэтому людям достаточно и 50 долларов, 10, 100, 500 тысяч, каждый определяет себе. И я вам скажу, что в эксцессе человек может, есть возможность, то, что он себе поставил, выполнить, если он этого хочет. Причем у нас сегодня есть конкретные методики, которые работают. А как добиться успеха сегодня? Очень просто. Первое, две вещи еще нужно делать. Первое, ориентироваться на экспертов и слушать экспертов. Потому что многие люди слушают, как правило, тех, кто сами ничего не выделил. Особенно те, кто, я их называю, люди, которые сами ничего не добились, не хочется грубое слово говорить, которые сами ничего не добились, и они выдержать не могут, когда другие чего-то добиваются. Их раздражает очень сильно. И, как правило, эти люди начинают давать советы. Поэтому я всегда говорю, слушайте, не тех людей, которые ничего не добились, а тех, которые добились. То есть, первое, выбрать экспертов. У нас сегодня очень много экспертов, которые умеют делать этот бизнес. Второе, делать то, что делают они. Очень просто. Как вы думаете, человек будет делать то, что делали те, кто добился успеха. Добился успеха. Какой будет результат? Абсолютно такой же. Потому что у любого успеха, у любого успеха есть причина. Когда мы повторяем причину, мы что делаем, мы повторяем результат? Очень просто. Так вот, есть у нас еще один доход, это equity sharing plan. Я чуть-чуть, пару минут на нем скажу, потому что сегодня это актуально. Да, это актуально, потому что начался 2014 год. Вот, видите, сейчас поделили 5,1 миллионов долларов, поделили за 2013 год. Ее получили люди, которые делали покупки в 2013 году и которые имели в PSV. И пропускали на PSV, они еще поделили эти деньги. В 2014 году будет гораздо больше, чем делиться. А требования жестче, чтобы быть квалифицированы на 2014 год. Потому что за 2012 и 2013 год квалифицировались все коммунисты. Хочешь, как говоришь, что я делал, хочу, но будешь квалифицирован. То есть легко, просто было. И писать тебе, сумма делилась на всех. На всех. Конечно, в этом году с выполнением будет сложнее. Денег больше. Ну, выводы сами, да, посчитаете. Выводы сами посчитаете. А сейчас фондейшн. Конечно, компания помогает еще тем людям, которым создана компания фондейшн. Лав фондейшн. Это любые основания, да. И мы помогаем, помогали людям, которые прошли землетрясения в 2013 году. Было несколько землетрясений. И выплачено порядка старше, чем тысяч долларов для помощи конкретным людям, которые потерпели, пострадали землетрясения. И я думаю, что фонд будет наращиваться, и мы всегда будем помогать, помогать всем людям людям. Кольфикационные требования на 2014 год клуба фондейшн, клуба учредителей, делятся на две категории. Это старенькие люди, которые вошли до 31 декабря 2013 года, и новенькие, которые войдут в 2014 году. Первое, для всех Сталин одно и то же требование. Причем, нужно сказать, что всегда, чем раньше человек приходит в компанию, тем легче для него всякие требования. Я думаю, это справедливо. То есть, как старослужащие, у нас есть какие-то льготы для тех, кто раньше вошел, да. Для раньше, как старики называют, да. Тех, кто до 31 декабря 2013 года вошел в компанию. Для них, для того, чтобы быть квалифицированным на 2014 год, им достаточно выполнить под собой 5 тысяч объема. Нового объема. Причем, слушайте, тонкость какая здесь. Неважно, кто купил эти 5 тысяч объем. Я сам лично, или мое первое поколение, да, обязательно первое поколение. Причем, вы можете, я вам делаю такую подсказку, вы можете купить, скажем, объем в 5 тысяч, не на себя лично, а под собой, получить еще процент. Причем, квалифицированы будут оба, я уточнял. Оба будут квалифицированы, и вы, и тот человек под вами. Справедливо? Абсолютно. Некоторые мне говорят, что это просто. В чем за разница, как-то мы одним ударом глазами. Да, но, имейте в виду, что вот это PSV пойдет тому, кто купил. То есть, если вы купили не лично вы, а под собой, значит, PSV пошло тому человеку. Ну, если у вас этого много, если у вас не жалко, можете подарить. Да? Тогда тот человек получит. Но вы будете квалифицированы на клуб учредителей 2014 года. Это раз. И второе, вы будете за это еще получите комиссионные 10%. С 5 тысяч получите еще 500 долларов, да? 500 долларов получите. Поэтому, вот, кажется, вы должны думать, да? Как ему нужно купить на себя, но письме добавить себе. То ли, значит, под собой. Вот так сделать. Это для стареньких. Это для стареньких. Для новеньких. Для новеньких. Для новеньких немножко, чуть-чуть. Позже, да, позже. Недостаточно купить на 5 тысяч. Лично надо купить на 2 тысячи. Лично на 2 тысячи, да? Привезти лично директорский пакет, да? Или набрать в совокупности, да, этот пакет. И иметь под собой 5 тысяч объемов. Потому что тут есть 4 фазы. Первая фаза 5 тысяч. Это с 1 января по 31 марта. Вторая фаза с 1 апреля до 30 июня. Причем, еще возвращаясь к стареньким, это все не до бесконечности, а до 31 марта 2014 года. То есть осталось полтора месяца. Почему я уделяю этому сегодня внимание? Да? Я уделяю этому внимание, чтобы вы не забыли сделать квалификацию на 14-й год. В чем выгода, да? В чем выгода квалификации? Я, допустим, купил себе пакет, да? Первое, я квалифицирован на акционирование. Второе, я увеличиваю себе PSV. Третье, увеличиваю себе iPhone. Второе, я получаю дополнительно продукты и рекламы. И самое главное, это PSV. У меня участвует еще один раз в конце года конкретной суммы, да? Конкретной суммы, которую нужно всегда купить только лично. Лично, что вы не можете участвовать в тележе годовой прибыли чужим объемом. Только своим личным. Только своим личным PSV. Вы знаете, что у нас в личной PSV будут ежедневные перепокупки. Это особое, конечно, я думаю, десторжество нашей компании. Особое. И о нем нужно говорить примерно минут 15, чтобы для вас объяснить. Когда будем говорить о маркетинг-плане, об этом будем говорить. Но я думаю, что это гениальность нашей компании, в этом в том числе, тоже. Гарантирует вам постоянный доход. Я вам скажу, мы делаем сегодня огромные обороты, просто не замечая их. Не замечая их ежедневно тысячи-тысячи транзакций, которые идут нам на PSV. То есть выгодно нашей компании что-то делать, да? Что-то делать. А что у нас главная работа? В чем заключается работа? В создании трафика. Что такое интернет? Это трафик. Некоторые люди говорят, вот так говорят, я создам компанию в какой-то компании. У нас же мы приглашаем людей, мы создаем трафик. Чем больше трафика вы создадите, тем больше вы заработаете. Потому что у нас интернет-компания. Некоторые говорят, а что мне трафик, я один буду работать. Я говорю, один ты не можешь создать трафик. Это потому, что я всегда сравниваю с рестораном. Ты открыл ресторан, ты один не можешь кушать в этом ресторане? Ну не можешь. Ну, вы знаете, вы открыли ресторан и сами там обедаете, завтракаете и ужин. Ну, сэкономите себе на обед, завтракаете и ужин. Но сколько вы заплатите за рен, за все остальное? Поэтому, если в ваш ресторан не будут приходить другие люди, вы денег не заработаете. Точка. То же самое здесь. Если в вашей компании не будут приходить другие люди, нужно рекламная компания трафика. Вы не можете заработать больших денег. Даже об этом говорить не нужно. Лучше идите, я не знаю, там, борщи варить. Но, но, сегодня кому нужна реклама, он абсолютно выгодный. Даже если он один, он купил рекламу, он пользуется продуктами. Плюс, вы можете купить вайпоинты автоматически. Вы можете деньги за продукт, который вам нужен, за рекламу. Вы его можете ежедневно, делая что-то в этой компании, зарабатывать назад. Разве это не выгодно? Пошли, купили колбасу в магазин. А вам сказали, вот делай рекламу в нашей колбасе, и мы же деньги за колбасу получим назад, когда-нибудь. По чуть-чуть идите, оплати. Разве это не выгодно? Вы же купили колбасу не потому, чтобы сделать вложение в магазине. Вы купили, потому что она вам нужна. Но, когда вы делаете рекламу этому магазину, вы начинаете деньги забирать назад. Разве это не фантастика? Итак, чтобы нам было мубликации, идем к третьей фазе. Третья фаза с 1 июля по 31 сентября. И четвертая фаза с 1 октября по 31 декабря. Если в первой фазе надо 2,5 тысяч, во второй фазе 2,10 тысяч, то в третьей фазе 2,15 тысяч под собой. В четвертой фазе 2,20 тысяч под собой. То есть сложнее. Поэтому мы говорим, не надо ждать. Позже, лучше раньше. Те, кто вошел раньше, мало последних и дешевле, и больше месяцев они будут квалифицированы. Да? Да. И я поэтому рекомендую раньше пойти в нашу компанию, потому что человек, сомневающийся, все равно войдет. Долго должен сомневаться, но это нормально. Скептицизм нашего сознания всегда все будет в таком свете. Скептицизм в таком свете. Скептицизм в таком свете. И если вы человек даёте себе вопрос, то всегда нужно задавать себе вопрос. И тогда у нас безсознательно будет само отвечать на ваши вопросы. Спросите, что вы хотите, и задайте себе вопрос. Например, если вы хотите быть богатым, задайте себе первый вопрос, который вы себе должны задать. Почему я до сих пор не богат? Запишите, кто не пишет. Почему я до сих пор не богат, если я хочу быть богатым? Почему ее желание не исполняется? И ваше бессознательное будет искать ответ. Причем самое интересное, знаете в чем? Что тот первый ответ, который приходит к вам на ум, это и есть то ограничение, которое не пускает вас быть богатым. Причем не надо ни у кого спрашивать. Причем у себя. И вы сами себе ответите. Это то оправдание, которое вы делаете сами. Там потому-то, потому-то, потому-то. Именно это негативное обижение, которое вас тянет назад. Оно вас тянет. Если вы хотите похудеть, почему вы до сих пор не похудели, то ваше оправдание, которое вы будете рассказывать сами себе сказки, это и будет ваше негативное обижение, которое нужно убирать из себя. И что самое интересное, как только вы избавляетесь от этих оправданий, как только вы от них избавляетесь, знаете, как машина в сторону сходит? Вот вы нажали на ручной тормой, и вы задавите на газ. Машина не едет, не едет. Но как только вы сняли, забыли снять с ручка, да, с ручника. И как только вы снимаете с ручника, машина вот так вот дергается и едет вперед. Точно так же происходит в вашей жизни. Вы знаете, это проверено. Я вам сказки не рассказываю. Это проверено жизнью. Знаете, как техника безопасности я всегда объяснял людям, когда работал на стройке. Ты видишь знаки, я не говорю. Почему ты без сказки? А, смутся. Я говорю, это написано кровью. Потому что я видел, сколько голову оторвало краном. Голову. Он всунул, встал, кран повернул, это и голова, и тело. И говорю, все написано жизнью. То, что я говорю, это написано жизнью. Причем многолетним. Многолетним опытом. И если этому следовать, это процентный, стопроцентный результат. А сейчас, конечно, я вам скажу, что наша компания, вот как Олимпиада, мне понравился очень большой мир, который был запущен. Причем все это и с людей, очень красиво так сделано. Потому что границ нет. Вот Олимпиада показывает, что нет границ. У всех одни и те же желания. Обратите внимание, люди тысячелетия прошли. Но желания это те же самые. Все хотят любить, быть любимыми, счастливыми. За миллионы лет все изменилось. Человек полетел в космос, Луну. Все, что угодно. На Марс сейчас собирается лететь. Представьте себе. Но переживания остались те же самые. Нет границ. Поэтому я считаю, что земля наша одна, границ нет. И для голубя нет границ. Вот голубь, который летит. Покажите, вот там, скажите, одна сторона, там другая. Нет этого кола. Для них этого нет. Это не рисовали люди, просто делая бизнес. Для бизнеса, чтобы деньги снимать за пересечение границы. Чтобы зарабатывать. Но в интернете границ нет, да, как и на Олимпиаде. Нету границ, и вы видите, как это все красиво выглядит. И я на такой вот ноте хотел бы сегодня закончить свою лекцию. И всех поздравить еще раз с Олимпиадой. Хорошего всем просмотра, удовольствия, просто не забывая удовольствия. У меня где-то 5-6 спортивных программ, даже не знаешь, что лучше смотреть. Все интересно, все красиво. И до встречи через неделю. Всех вам благ, здоровья, удовольствия. И самое главное, найти себя. Найти себя. В этом цель жизни. Должен приводит к тому, чтобы найти себя и делать то, для чего человек предназначенно пришел в этот мир. Каждый для чего-то пришел, чтобы сделать что-то невероятное в этом режиме. Каждый не повторим. Каждый гениален. И вы можете в этом являться лично, на себе, изучив себя. То есть люди отвлекаются, изучают все, что нужно. То, что им не нужно, начните с того, что вам нужно лично, для себя. Всех вам благ, здоровья. До встречи через неделю в этом же месте и в тот же час. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok